На этой картине Петр I на фоне фрегата. На следующей изображено основание северной столицы, а здесь император в образе медного всадника. Десятки работ юные художники прислали на ежегодный муниципальный конкурс «Рождественское чудо». Тема была выбрана не случайно. В этом году исполняется 350 лет со дня рождения императора Петра I. Работу можно было выполнить как в живописи, так и в вязании, аппликации или технике квиллинга. Приятно сегодня видеть, что столько талантливой молодежи в нашем городском округе. Огромное спасибо воспитателям, директорам, учителям, школам, что они воспитывают такую талантливую молодежь, которая выставляется на выставках. Сегодня очень прекрасно и красивая выставка прошла. Награждение победителей конкурса прошло в школе номер 31. Для гостей выступили творческие коллективы города, а после участникам вручили грамоты и подарки. Чтоб никогда ни враг, ни голод ее не смели поразить. Ему не страшны были войны. Играя, строил он полки. Чтоб, возмужав с народом вместе, давать отпор врагам страны. Посоревноваться участники могли также и во владении словом. Детям предлагалось написать исторический очерк об императоре. Победителем стал семиклассник Владимир Сорокин. В своей работе он рассказал о том, как Петр Первый вместе с Александром Меньшиковым выбирал елку для бала и как появилась традиция празднования Нового года. Член Союза писателей России Владимир Кузнецов особо отметил работу школьника. Я написал этот небольшой рассказ просто из головы. Слова сами ко мне приходили. Я не думал, что именно писать. Я просто немножко посмотрел информации про саму идею основания Нового года Петром. Ежегодно муниципальный творческий конкурс «Рождественское чудо» приковывает к себе повышенное внимание. Дети готовятся к нему серьезно и вдумчиво. В этом году в нем приняли участие 222 ребенка.